Приветствую вас, друзья аквариумисты на своей рыборазводне. Всем привет! Как вы уже догадались из названия видеоролика, у нас пополнение. Приобрел я двух сомиков, посадил их вот в такую небольшую емкость. Сомики эти называются таракатумы. Такая миролюбивая рыбка. Ни разу я не имел опыта ни с какими самами, кроме анциструсов. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вы мне помогали. Будем с вами вместе их разводить. Конечно же, не просто так я их купил, не для красоты. Давайте я их вот сюда поставлю на стул. Рассмотрим их повнимательнее. Здесь у меня два сомика. Здесь самочка и самец. Прочитал, что половые отличия у рыбок довольно просто определить. В общем говоря, если простыми словами, то у самца грудные плавники острые, а у самки более овальные. То есть вот слева у нас самец. Видите, да, они такие более длинные. А вот справа самочка, они такие в виде овала. Также самец более темный по цвету, чем самка. Ну и, конечно же, самочка сама по себе, по форме имеет, на гораздо крупнее, имеет более такое овальное брюшко. Это прекрасно видно сверху. Нерестовичок у нас, друзья, будет вот такой вот. Баночка у нас на 150 литров. Это будет как нерестовик, так и выростной аквариум. Водичку для его заполнения мы будем брать из вот этого аквариума третьего. Там у нас стоит протока капельная, поэтому водичка всегда свежая, хорошая по качеству. Будем ее сюда сразу перельем, в этот аквариум. Посадим производителей. Установим температурку в размере 28 градусов. Будем кормить с вами их каретрой, мотылем. В общем, обильно живыми кормами белковой пищей. Я думаю, это простимулировать нерест. И в скором времени мы его с вами заснимем. Начнем заливать водичку. Ну что же, друзья, набор воды в наш нерестовичок идет полным ходом. Вот. Уровень водички мы будем делать 35 сантиметров. Не будем ждать это все дело. Конечно же, перемотаем. Вот и набралась у нас наша водичка, наш нерестовичок. Теперь можно пересаживать наших производителей. Давайте это сделаем. Можно прямо их выливать. Единственный момент, что у меня, как вы видите, дно нерестовички, дночка вот белая. Я не знаю, как это скажется на нересте. Возможно, у меня ничего не получится из-за этого, если рыбки будут сильно нервничать. Давайте понаблюдаем немножко за ними. Вот мы их пересадили. Вроде им все нравится. Осваивают новую территорию. Вот у меня здесь наш приятель наблюдает за ними новыми живцами. Так что не только вы, дорогие подписчики мои, наблюдаете за моими рыбками. Ну что же, вот и закончилась наша подготовка к нересту. Мы с вами подготовили нерестовичок для рыбы. Опустили туда обогреватель. Запустили самих производителей в этот аквариум. Осталось дело за малым, осталось только ждать. Также на форумах, в книжках пишут, что сомики-таркатумы нерестятся на поверхности воды. Самец строит педное гнездо. В качестве субстракта в природе рыба использует большие листья, которые свисают над поверхностью воды, или кроны деревьев с маленькими листочками. Там он строит педное гнездо и уже туда откладывают икру. На форумах люди используют куски пенопласта, еще, либо какие-то другие самодельные приспособления. Но ни того, ни другого у нас нету. Я вот использовал вот такой вот кругляшочек, вырезал из-под ложки, из-под ламината. Он у нас не тонет в воде. Вот можно посмотреть. Я думаю, нашим рыбкам он понравится. Сюда вот в уголочек заводим. В принципе, мы все с вами сделали. Если я что-то упустил при подготовке рыбок к нерезу, то обязательно напишите об этом в комментариях. Если вам понравилось данное видео, ставьте большие пальцы вверх. Я завел группу ВКонтакте. Теперь для тех, кому удобно смотреть меня через ВКонтакте, подписывайтесь в мою группу. Ссылочка будет ниже в описании. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. С вами был Артем Евстигнеев. Мой канал Аквафиш. Всем счастливо и удачи в аквариумистике, друзья. Всем пока.